В прошлом году в рамках Таллиннских дней предпринимательства одна фирма получила приз за экоинновацию. Дело в том, что молодые люди придумали, как использовать сигаретные окурки. Для этого в Таллине в рамках пилотного проекта были установлены 20 специальных контейнеров для сбора тех же самых окурков. Инициатива была принята на ура, и уже в этом году Таллиннский центр стратегического управления совместно с этой же самой фирмой установили в прибрежной зоне Таллина таких уже 80 контейнеров. Ежегодно в природу попадают десятки тонн сигаретных фильтров, которые не поддаются биологическому разложению, содержат токсичные вещества, попадающие в рацион человека через морских животных. Один окурок может отравить до 1000 литров воды, и эти ядовитые вещества наносят ущерб подводному миру в течение десятилетия. В прошлом году в рамках пилотного проекта в Таллине были установлены несколько специальных контейнеров для сборки окурков, которые потом перерабатывали специальный материал, предназначенный для 3D-печати. Компания «Филарет» разработала такой способ, при котором из сигаретных окурков можно получить материал под названием «филамент». Его можно использовать в 3D-печати. Этот материал является пластиком, из него можно делать такие же вещи, как и из пластмассы. Места расположения контейнеров были установлены во всех районах города, где наблюдается большое скопление количества людей. Это пляжи, велосипедные дорожки, променад, остров Айгна и так далее. В Таллине уже установлено 80 новых контейнеров для сбора окурков. Но такие контейнеры рано или поздно заполняются. И мы опустошаем их, привозим сюда, передаем их фирме «Филарет». Также хочу отметить, что окурки бесплатно принимаются на всех столичных станциях по приему отходов. А на станции Пали-Сары теперь появился и небольшой пункт сбора «Филарет». И Таллин, как зеленая столица Европы-2023, вполне этому способствует. И что тут скажешь, с одной стороны радует, что таким вещам, как окурки, может найтись полезное применение. Но с другой стороны, наверняка многим хотелось бы, чтобы и самих окурков становилось в нашем мире все меньше. Хотя бы потому, что люди все чаще бы бросали курить, а лучше бы и вовсе не начинали. Сергей Овченков, Петр Ильвайн, Новости Таллина.